Всем привет! Я Настя Воронина и это Мама Блог. Недавно я услышала, как мой малыш довольно-таки громко сопит во сне. Называть это храпом язык не поворачивается. Честно, очень разнервничалась. Зову на помощь нашего врача-педиатра. Наталья Алексеевна, я заметила, что малыш во сне стал довольно громко сопеть. Что делать? Ну, есть несколько причин, которые приводят к тому, что дети ночью сопят. Если бы мы говорили о более старших детях, я бы сказала о том, что это и есть аденоидная вегетация, которая делает ламинарное течение воздуха турбулентным. И вот эту турбулентность вы слышите как посапывание носа. Но для детей такого возраста в первую очередь нужно думать о сумности окружающего воздуха. Нужно перевести в порядок влажность. И влажность в комнате, где находится малыш, должна быть не менее 55-60%. Это будет увлажнять слизистую носа и предотвращать вот эти вот признаки сопения. Кроме того, если вы услышали, это говорит о том, что где-то в нозу образовались сухие корочки, которые мешают и то же самое делают турбулентность вот этого вдыхаемого воздуха. Для того, чтобы размочить эти корочки, можно взять любой солевой раствор или бессолевой раствор, закапать несколько утром и вечером по одной-две капельки в носик для того, чтобы снять вот эту напряжение. Кроме того, у детей более раннего возраста есть еще такое состояние, которое называется врожденная уза с носовых ходов. Да, носики маленькие, носовые ходы еще не сформированы. И любая патология слизистой, в том числе и корочка, которая образуется в носу, она может приводить к тому, что вы слышите такое громкое сопение. Есть целый ряд патологий, да, заплеваний слизистой носа, которые приводят к такому сопению и даже подхрапыванию. Это связано, скорее всего, чаще всего с ринитами, которые носят воспалительный или аллергический характер. Если вот в течение нескольких дней вам не удастся изменить радикальное состояние слизистой носа, ребенок будет сопеть, или у вас появится температура, да, вы измерите, или появятся еще какие-то симптомы респираторной патологии, вирусной инфекции, я все-таки рекомендую незамедлительно обратиться к врачу для того, чтобы на более ранних этапах начать лечить это вирусное заболевание. Малютка премиум для будущих чемпионов. Как видите, выраженное сопение или даже храп у малыша может иметь много причин. И если вдруг вы столкнетесь с этой проблемой, реагируйте моментально. Будьте внимательны к своему ребенку, ведь он самое ценное, что может быть у мамы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok